Добрый день, друзья! Сегодня у меня состоялся суд с нашим дачным кооперативом Отрадово. То есть суд состоялся по инициативе противной стороны, но уже в самом деле суд состоялся. То есть не было такого, что кто-то не пришел, они же хотят с меня деньги получить. Поэтому они прислали своего адвоката. То есть ни Павлова, ни Кузнецова, ни кто-то от их имени не явился в суд. Ну, видимо, боятся светиться уже, то есть присылают адвоката. Самое смешное, что они сделали еще дополнительное требование по иску ко мне по поводу взимания с меня долга. То есть уже не 1336 гривен, а там уже 2000 с чем-то гривен. То есть они уже считают каждый месяц дополнительно. Что интересно, что они-то посчитали очередной долг, но они его не прислали должным образом. Поэтому только в суде адвокат огласил, что они хотят с меня еще сумму снять. Мы это все выслушали. И я должен для дачников сообщить такую интересную информацию. Дело в том, что Павлова, Кузнецова и Компашко, они решили действовать по такому пути. Принуждать дачников к любым незаконным действиям с их стороны. Тем, что если вам что-то не нравится, то вы, пожалуйста, обращайтесь в суд. Это давняя Павлова и Кузнецовой причина. Конечно, если вам что-то не нравится, обращайтесь в суд. Они это дело давно уже разработали и прекрасно понимают, что 95% населения нашего кооператива, они не будут обращаться в суд, потому что у людей нет ни опыта, потенциально денег нет. И люди просто боятся, что Павлова и Кузнецова каким-то образом их засудят к чему-то там. А это ответственность, ну и так далее. Но не на того напали Павлова и Кузнецова. Как бы уже опыт есть и вас бояться нечего. Вы надеялись на то, что вы будете подавать иск на меня и тем самым прижмете меня финансово. То есть я вынужден буду брать адвоката, оплачивать ваши иски незаконные и так далее. Я через это уже проходил. Не испугайте. Более того, вы прекрасно должны понимать, что деньги, которые вы сегодня тратите на то, чтобы на меня нападать, это деньги, которые вы тратите из нашего бюджета, из бюджета дачников. Поэтому, дачники, еще раз вам напоминаю, что то, что делает Павлова и Кузнецова сегодня, это залезание в ваш карман. И поэтому, чем меньше вы будете платить денег в бюджет вот этому воровскому руководству, тем быстрее мы от них избавимся, потому что у них не будет денег на адвокатов. А что интересно, адвокат, который сегодня был в суде, он выставил дополнительный иск на меня. Там было все. И якобы долг за то, что я не платил взносы. И какие-то проценты банковские за то, что там долг на долг. Расчеты какие-то, там суммы, какие-то там 5 гривен, 25 гривен. Но самое интересное, что я нигде не увидел ни одной строчки, где был бы расчет стоимости вот этого иска на услуги адвоката. То есть Павлова и Кузнецова оплачивают адвоката черным налом. Потому что когда адвоката оплачивают по белому, в стоимость иска вносились бы еще и цены за услуги адвоката. А так этого нет. Значит, ваши деньги, дачники, по черному списываются. А мы это уже видели неоднократно, когда Павлова и Кузнецова пишут вам в отчетах финансовых за год, где указывают, что по договорам сумма, допустим, там 70 тысяч гривен. На что неизвестно. То есть это какие-то фиктивные, лживые контракты, заказы, договора, которых никто не видит. И вот эти деньги дачные, они вынимают и тратят их на свои нужды. В данном случае это нужды по их защите с помощью этого адвоката. А сами понимаете, количество судов и количество мест, где должен адвокат участвовать, возрастает в геометрической прогрессии. Потому что приближается через 3 дня суд с Кузнецовой. Кузнецовой в Усатом, в Беляевском суде. Кузнецова, ау, ау, Кузнецова, я вас жду в Беляевском суде. Вы должны туда приехать 9 числа. Мы должны с вами встретиться. Вы же мне угрожали шокером. Ну так отвечайте за свои действия. Тем более, что у вас это уже не первый раз, когда вы людям угрожаете шокером. А, конечно же, ей нужна тоже какая-то поддержка от имени адвоката. То есть, рано или поздно Кузнецову в суд приведут. Либо она сама приедет. Либо просто тупо проиграет. Но это будет. А то, что сейчас они хотят с меня взять деньги, вы же прекрасно понимаете, все дачники, и все, кто не дачники, должны тоже понимать, что это стандартный прием любого взорвавшегося руководства. Несмотря на то, что сегодня у нас 200 человек-должников в кооперативе и более 70 человек, как я все время подсчитывал, имели долги больше, чем у меня. Следовательно, вот этот иск в суд на меня лично, то есть на моего сына, потому что дача на него, это сделан иск, который сделан в виде мести. Поэтому Павлова и Кузнецова, ответ будет адекватным. Вы должны к этому уже привыкать. Потому что не бывает так, что вы будете все время нападать на людей, нападать, а ответки не будет. Ответка будет. Это будет и встречный иск, это будет апелляция, касация, все что угодно. Но мы не сдадимся Павловой и Кузнецова. Более того, подумайте о том, где вы будете брать деньги, когда на вас будут личные иски. А они будут, эти иски. И поэтому адвокат у вас, я понял по этому мальчику, что он не дешевый адвокат. Поэтому готовьте денежку. А дачники, не давайте им эту денежку. Вас никто из кооператива не изгонит, потому что правление у них сейчас не работает. Собрание ближайшее, вряд ли они соберут. А если соберут, хуже для них будет. Поэтому сегодня, что было на заседании, в связи с тем, что Павлова и Кузнецова через своего адвоката подали фальшивые документы. Они явно фальшивые. Эти документы есть у меня на руках. Адвокат наш потребовал, чтобы они представили по этим заседаниям правления, по сборам нашего кооператива, реестр тех, кто голосовал и присутствовал на этих правлениях и сборах кооператива. Поэтому суд назначен на 22 число. И вот их адвокат должен принести эти реестры. Не принесет хуже для них. Принесет еще хуже для них. Потому что явно, дачники, приготовьтесь к тому, что вы увидите в этих реестрах фальшивые ваши подписи. И люди прекрасно помнят, что у нас, кажется, 19-й год, там якобы было в Доме офицеров собрание, на котором по их спискам там был какой-то мизер людей. А потом они делали якобы собрание в интернете. А потом они делали по телефонный опрос, что нигде у нас в наших документах не зарегистрировано. Поэтому все это, опять же, фальшивые документы. Так что вспоминайте, внимательные дачники, когда проводилось собрание и было голосование. Присутствовали ли вы на этих собраниях? Так что, Павлова Кузнецова, я думаю, что вам нужно готовиться к жесткой койке где-нибудь в зоне. Потому что рано или поздно все ваши подделки, они выйдут на поверхность. А пока ждем 22 июня. И не надейтесь, что вы сможете кого-то сломить. Сейчас очень много фронтов против вас работает. Дачники, о вас прежнему прошу, если кто может, помогайте нашим дачникам. Карта в конце указана. Ну, а Павловой и Компашке, опять же, желаю посмотреть цветные сны, которые показывают, как красиво они раскрасили мои ворота. До свидания. Таких результатов не добивался ни один председатель. Такого никогда в жизни не было. Никогда. Спасибо. Постарай. Спасибо. Постаду. Продолжение следует...